Значит, у меня сегодня тема COVID-19 и постковидный синдром, страхи антикоагулянтной профилактики и терапии. И я бы хотел начать несколько необычное сегодня выступление. Дело в том, что два дня назад умер Михаил Анатольевич Медведев. Это офтальмолог, профессор из Кыргызстана. И умер он уже на выходе, что называется, из ковида, в приличном состоянии. Накануне я посмотрел его ленту, он несколько раз выходил с нею в эту ленту, что-то там постил, и внезапная смерть. К сожалению, мы с ним за несколько дней до этого чуть-чуть, скажу осторожно, не поняли друг друга. Может быть, я несколько резко выразился. Хотя мне казалось, ничего обидного я не сказал. Ну, в общем, вот такая трагедия. Я так понимаю, что для Кыргызи это огромная потеря. Вряд ли там много офтальмологов хороших. Он микрохирургией занимался, насколько я знаю. Вот, поэтому, ну, я не знаю, вставанием, не вставанием. Давайте несколько секунд просто почтим память нашего коллеги, который ушел. Спасибо. Ну, и дальше я, собственно, перехожу к нашему сегодняшнему докладу. Он напрямую посвящен антикоагулянтам. Значит, мы сегодня поговорим о многом. Где мы сегодня находимся с нашей вспышкой? О ДВС-синдроме, о рекомендациях МГНОТ по профилактике лечения ДВС-синдрома при вирусных инфекциях, по сковидным синдроме и ковидным мемгоэнцефалите, иммунотромботической природы, о новых оральных антикоагулянтах. И я расскажу о новой шкале оценки вероятности кровотечения. Это будет первая презентация. Никогда публично мы ее пока еще не оценивали. Ну, вот несколько слов мы об этом вспомним. Я напомню тем, кто следит за нашими выступлениями, что был 4 апреля 2020 года вебинар, который проходил в такой вот немножко фривольной обстановке на фоне самовара дымящего, когда мы впервые рассказывали о фундаментальных и социальных проблемах коронавирусной инфекции. Боюсь или думаю, что это был чуть ли не первый вообще такой глобальный вебинар. Он продолжался 3,5 часа. Слушателей было огромное множество со всего мира. И для нас это было колоссальной поддержкой, вот тот интерес, который люди проявили к этой тематике. Ну, уже после этого мы начали делать рекомендации и так далее, и так далее, и так далее. Это картинка новых случаев. Вот синяя линия такая ровненькая, относительно ровненькая, это Россия. Другие линии, это другие страны, это на 1 миллион населения. Это не число заболевших, а число заболевших на миллион населения. То есть приведено к... Ну, здесь можно обратить внимание на то, на то, что в Чехии колоссальные, так сказать, всплески идут, что это едва ли не самая заболевшая страна в мире на сегодняшний день. Здесь мы можем обратить внимание на Израиль. Вот он идет здесь, вы видите, вот вспышки. Ну, сейчас там провакцинирована большая часть населения, или большая часть населения. Связано ли вот это падение с вакцинацией или нет? Думаю, что не связано. Но политики скажут, что связано. Это мы знаем. Вот. Ну, конечно, меня всегда в этой ситуации интересует Швеция. Вот здесь вот синенькая, голубенькая ее видно. Вот она. Она, в общем, не отличается, согласитесь, от других стран существенным образом, так, примерно серединка наполовинку. Поэтому, ну, мы знаем, что в Швеции практически нет никаких локдаунов, нет обязательных масок и так далее, и так далее. Ну, и все в Швеции достаточно прилично. Если мы можем подозревать, что в России там что-то скрывается и не сообщается, то вряд ли это касается Швеции. Вот. Это картинка российская, более подробная. Число новых заражений. Вот сейчас оно в районе там 8-9 тысяч в день. Соответственно, это Москва синяя, зеленая это Санкт-Петербург и Московская область. Ну, вы видите, что все это колеблется. Значит, было у нас хорошее такое явное снижение с декабря-января месяца. Ну, можно было бы ожидать вот такой картинки, но картинка выходит сейчас на плату, и порядка там 8-9 тысяч эта плата сохраняется. Думаю, что это будет и дальше. Но я хочу обратить внимание, что когда мы с вами начинали разговор в апреле месяце, когда ужас, 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 страх, 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 очереди и так далее, количество больных-то было совсем небольшое, количество диагностированных больных было порядка 4-5 тысяч. Сейчас у нас 9 тысяч, и мы, в общем, говорим, да все нормально, все неплохо, никаких таких больших проблем мы не видим. Это мои два главных учителя в медицине. Андрей Иванович Воробьев, это мой отец, Изной Сламондж Баркаган, большой друг нашей семьи. Собственно говоря, на основе его изысканий, его теории, его практических выводов, сегодня мы и работаем, развиваем ту историю с ДВС-синдромом, которую он в свое время нам всем подарил. И Зинаи Сламондж и Андрей Иванович рассматривали всегда в единстве и неразрывной связи три процесса – инфекцию, воспаление, нарушение гемостаза. Нельзя говорить инфекции, не подразумевая ДВС, нельзя говорить ДВС, не подразумевая воспаление. Ну и, соответственно, в обратную сторону. Это все один процесс. Он может немножко меняться в ситуациях в различных, может сильно меняться в различных, но если есть инфекция, всегда есть ДВС. Если есть ДВС, всегда есть инфекция. И всегда обязательно в этом принимает участие воспаление. Я напомню о трех стадиях признания любой новой идеи по Резерфорду. Вначале говорят, это какая-то глупость, и вы вспомните, в апреле-май нам рассказывали, что такое ДВС, ну что вы, да никакого ДВСа нет. Это вы все придумали. Потом стали говорить, нет, ну что-то в этом есть. И даже в рекомендациях Минздрава в какой-то момент появился ДВС-синдром. Ну а сейчас, говорят, ну это все общеизвестно. Вы тут вообще при чем? Это без вас все сделано. То есть за шесть месяцев мы прошли все стадии, все три стадии, и вышли на совершенно новое понимание ситуации. Мы делаем сознательно, открываем окно Авертона, для того, чтобы пропустить глоток свежего воздуха в наше здравоохранение. Другого способа, как публично все это рассказывать, в частности в виде вебинаров, статей, выступлений и так далее, у нас просто нет. Раньше мы все были привязаны к каким-то административным решениям. Сейчас мы имеем возможность ходить мимо административных решений, используя социальные сети и интернет. Напомню определение, да, почему Баркогана Мочебели, потому что первым описала ДВС-синдром Мочебели, а Зеной Саламандж Баркоган предложил лечение гепарином свежезамороженной плазмы и потом плазмоферезам. Значит, во-первых, это не специфический общий биологический ответ на воспаление, подтверждение, гибель клеток, любую травму, иммунное нарушение в виде распространенного образования тромбов в микроциркуляторном русле, в первую очередь, а уже потом в венах, артериях, полостях сердца и так далее. Это принципиальный вопрос. Все говорят, вот нет тромбозов. Но тромбозы – это чего тромбозы? Тромбоз нижних вен голени – это один разговор, а мы говорим про микроциркуляцию. Дальше присоединяются тромбоэмболические осложнения, в первую очередь венозный тромбоэмболизм, и могут развиваться тромбозы в крупных сосудах, приводящие к инфарктам, к инсультам, к тем же венозным тромбозам. Вот данные морфологического атласа профессора Олега Заратьянца. И вы видите, что во всех тканях мы наблюдаем эти явления. Мы видим, вот сплошное кровоизлияние, вот тромбозы, вот тромбы, вот тромбозы кровоизлияния в почках, вот миокардио, вы видите, тромбоз. То есть это тотальное поражение, поражение, повреждение всех органов и тканей, этим самым внутрисосудистым свертыванием. Нарушение проницаемости сосудистой стенки. Это обязательное свойство ДВС-синдрома. Ох, а что-то тут не видно картинок у меня. Ну ладно. Здесь показано было, что альвеолы очень изменены, и разрушены стенки альвеол, и, соответственно, это приводит к пропитыванию. Вот здесь вы видите норму, да, такой воздушно-легко, белый – это воздух. А вот, соответственно, вы видите эксудат, фибриновый эксудат внутри легочного просвета. Ясно, что здесь оксиденироваться нечем и некому. Ну а здесь эритроцитарное, да, пропитывание того же самого просвета, фактически кровоизлияние в альвеолы. Это не кровоизлияние в таком банальном смысле этого слова. Это пропитывание диапидеса эритроцитов внутрь альвеолярных полостей. И это воскулит головного мозга. Это из того же атласа. Вы видите, здесь вот тоже эритроциты повсеместно. Вот они лежат везде. Ткани отечные. Вот здесь вот очень крупная имбибиция такая, диапидезная. И здесь вот крупный тромбоз, видимо, или тоже кровоизлияние в сосудах. Ну и тромбозы, тромбозы, везде вы видите тромбозы. Это классическое проявление ДВС-синдрома. Сочетание тромбозов, мелких сосудов, геморрагий, диапидеза эритроцитов и отек тканей. Дальше ДВС-синдром, определение, это нарушение барьерной функции целостности слизистых оболочек, в первую очередь желудка, кишечника, с развитием кровотечения. Нарушение функции органов и тканей, моно- или полиорганная недостаточность. Присоединение инфекционных процессов бактериальной природы, локальные инфекции, септические. В некоторых случаях присоединение геморрагического синдрома с полной несвертываемостью крови, с кровоизлияниями в ткани, образованием гематом. И очень важное тоже, что мало знают и помнят, это нарушение гемодинамики, гемокоагуляционный шок, это тоже проявление ДВС-синдрома. Мы на протяжении этого года конфликтуем со всеми по поводу того, есть ДВС-синдром или нет. Для нас это очевидно, и мы даже не обсуждаем это. Но тем не менее, многие говорят, не, ну что вы, это коагулопатия, это гиперкоагуляция. Но гиперкоагуляция – это применение только антикоагулянтов и ничего другого. Мы же говорим, что ДВС-синдром – это применение тройной терапии. Это антикоагулянты, свежезамороженные плазмы, плазму ФРС по показаниям. И это не пустой спор о терминологии. Это на самом деле спор о человеческих жизнях. Меня немножко порадовало, я позвонил тут, ну, по просьбе больной, там врач попросила в знаменитую коммунарку, которая, по-моему, последний бастион, который сдался антикоагулянтной терапии, и спросила, как вы, собственно, лечите. Я говорю, вот антикоагулянты, СЗП и плазму ФРС применяете. Да, мы применяем. Ну, применяем. Ну, для меня это бальзам на душу, потому что это, я еще раз повторяю, очень долго не сдававшаяся клиника. Особенности ДВС-синдрома в чем? Это самоподдерживающийся цикличный процесс, где новые повреждения органов и тканей снова усугубляют патологическое свертывание крови. То есть тромбоз, гипоксия, гибель клеток и активация свертывания. Вся система свертывания работает как система сдержек и противовесов. Баланс свертывания крови, баланс противосвертывающей системы, баланс фибринолиза. Все это носит такой колебательный характер, как будто маятник раскачивается то в одну, то в другую сторону. Вовлечение в процесс инфекционных, воспалительных, аутоиммунных составляющих. И при нарушениях система пытается установить баланс. То есть вот она колебалась на таком уровне, перешла на такой уровень. И наша с вами задача перевести ее на нормальный уровень. Я не знаю, получится нам показать. Вот. Сейчас мы вот покажем вам такой ролик. Секундочку. Это метрономы. Они установлены на пластинке, которые устанавливаются на изменить пильных банк. Вы видите, что все метрономы колеблются в своем режиме. И вот смотрите, чудо, эффект Виггинса. Они все сейчас синхронизируются. И фактически вот так выглядит система гемостаза. Все разрушено, все работает не пойми как. И вдруг мы переставляем это вот с помощью пластины. Ну, я не знаю, можно их уподобить антикогулянтам. И смотрите, все метрономы начинают работать одинаково в одном режиме. Вот. Так, а что-то у меня выскочило. Андрей Павлович. Снова? Ага. Вот. Значит, ну, интересный, мне кажется, такой пример, наглядный, да, как, какова длительность цикла ДВС-маятника. Еще что, полегче спросить. Значит, какие патогенетические особенности ДВС-синдрома при COVID-19? Значит, в основе лежит воспаление, тромбоваскулит. То есть, речь идет об активации по внутреннему пути свертывания. Это идут иммунные комплексы, контактная активация за счет поврежденного эндотелия, а не внешний путь свертывания, когда выбрасывается третий фактор свертывания, тканевой тромбопластин, потому что нет одновременного распада клеток. Вот при гриппе H1N1, который мы с вами помним прекрасно, который унес, по-видимому, 250 тысяч жизней 10 лет назад, вот там был выброс мгновенный, быстрый очень ДВС-синдром, с огромной скоростью развивалась полиорганная недостаточность, и за сутки человек умирал. Здесь этого нет. И поэтому и компонент фибрина у легкого здесь меньше. И при прямом взвешивании кусочков легких, это делали американцы, легкая при ковиде в три раза легче, чем при гриппе H1N1, где ткань пропитана, вот там я вам показывал, аксидатом. При ковиде это все выражено гораздо меньше. Классическая картина при ДВС-синдроме при остром ковиде – тромботические изменения в виде микротромбозов, инфарктов, инсультов, тромбоэмболий, полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока. Причем, обращаю ваше внимание, что погибают люди сегодня в основном или в значительной степени именно от сепсиса и септического шока. Причем это сепсис, вызванный устойчивой микрофлорой, потому что направо и налево нас дают антибиотики. Сочетание с кровоточивостью в виде носовых кровотечений даже у 15 больных при нетяжелом течении болезни – ну, это данная литература, мы такого не видим. Наличие синяков на коже, иногда крупные гематомы, включая межмышечные гематомы и кровоизлияние в полости. Но это касается тяжелых пациентов. Диагностика ДВС-синдрома, она как бы классическая. Фактор Виллибранда высокомолекулярный – это показатель повреждения эндотелия. Его, в общем-то, много. Причем соотношение адамант-13 к этому фактору Виллибранда значительно снижено, как при уострейшем тромботической тромбоцитопенической пурпурии. Гиперфибриногенемия, РФМК, начиная с ранних стадий, растворимый комплекс фибринмономеров. Обычно тромбоциты в нормальном количестве. Иногда бывает гипотромбоцитемия, снижение тромбоцитов. И это является предиктором высокой летальности при развитии осложнений. Уровень тромбоцитов характеризует синдром так называемого потребления. Потребление факторов свертывающей системы. И этот синдром легче отслеживается по уровню тромбоцитов. Изращение фибринолиза и высокий уровень дедимера, который коррелирует с маркерами воспаления. Он не коррелирует с тромботическими процессами, а именно с цереактивным белком. Мы рекомендуем что делать? Мы же не можем все подряд. Во-первых, не во всех клиниках это есть. Поэтому самое простое – это свидетельство воспаления гиперфибриногеномия. Это РФМК, свидетель внутрисосудистой коагуляции. В России это доступный метод, его можно делать. Уровень тромбоцитов – это сторожок феномена потребления. Сторожок, помните, что такое? В молоко клали, когда оно кипит, закипало, чтобы оно не убежало. Так и здесь. Если вы видите снижение тромбоцитов, это может быть показатель ухудшения ДВС-синдрома. И, наконец, дедимер, повторяю, коррелирует с маркерами воспаления. Мы не можем, к сожалению, исследовать повсеместно уровень плазминогена, уровень антистромбина-3. В основном нормальные. Это мы видели. Если мы говорим про постковидный синдром, то, конечно, здесь гораздо меньше информации, потому что кроме нас вообще этого никто не смотрит. Значит, мы видим, что повышение фибриногена у примерно 9%, дедимер у 29%, тромбоцитов, низких тромбоцитов мы вообще не видим, но 130 там бывает, примерно у 10%, при этом столько же тромбоцитозов. По-хорошему, надо бы посмотреть агрегацию тромбоцитов, потому что тромбоцитоз – это могут быть тромбоциты, которые поучаствовали в ДВС-синдроме, потеряли свои гранулы, и они плавают без всякой функциональной активности. Ну, надо такие исследования делать. У 75% повышение растворимых комплексов фибринмономеров, то есть это как раз очень показательно о том, что это идет внутрисосудистая коагуляция. ЦРБ – 8%, ферритину – 12%. Это два последних показателя, как и фибриноген, обращаю ваше внимание, что они почти одинаковы по частоте встречаемости. Мы не делаем антифосфолипидные антитела, хотя мы видим иногда, больные их показывают, они повышенные, и мы не делаем маркеры повреждений эндотели, просто у нас такой физически нет возможности. Хотя это надо было бы смотреть, это было бы интересно обобщить. Поэтому мы хотим сказать, что требуется дополнительное исследование для понимания связи активации гемостаза, эммонологических реакций при постковидном синдроме. Я надеюсь, что как-то это все начнет функционировать. Возможно, это будет клиника аэроматологии имени Валентина Александровна Насоновой. Во всяком случае, такие переговоры мы сейчас уже ведем. Напомню, что еще 25 января 2020 года мы сказали, что есть три кита, на которых держится терапия ДВС-синдрома при остром ковиде. Это прямые антикоагулянты, свежезамороженные плазмы и плазма ФРС. Ну и в некоторых случаях гипериммунные реакции стероидные гормоны в больших дозах. Все это было оформлено в виде методических, простите, клинических рекомендаций Московского городского научного общества терапевтов. Там много участников из разных стран мира. Там мы все довольно подробно прописали. И в частности, мы прописали, что нужно рано начинать антикоагулянтную профилактическую терапию, потому что у всех больных так или иначе развивается нарушение гемостаза. Кто-то их находит, кто-то нет. Это очень любопытно. Но кто-то делает нормальные исследования гемостаза, а кто-то ограничивается от ЧТВ. Поэтому, если вы начинаете делать глубже, вы видите, что все есть. И вам этого достаточно, потому что мы говорим о патогенетическом подходе к терапии. Значит, здесь прямая аналогия с тромбоэмболией, легочной артерией и инсульта тромбоэмболического. Мы и там, и там не ищем локальных тромбозов. Это хорошо описано в литературе. Не нужно нам искать тромбозы глубоких вен ног для того, чтобы определить, будет тромбоз, тромбоэмболия или не будет. Всем назначаются профилактические антикоагулянты. А будет там что-то найдено, не будет. Ну, что мы можем сделать? Значит, сегодня людей, которые получают профилактические антикоагулянты, миллионы. Мы знаем также, что респираторные инфекции уносят огромное количество жизней именно пожилых, в первую очередь, и именно через механизмы ДВС-синдрома микро-макро-тромбозы, тромбоэмболические, опять же, возвращаясь к инсультам и инфарктам, эта тема остается. Таким образом, мы выдвинули тезис, что средне-тяжелое течение респираторной инфекции является риском развития тромбоэмболизма и, соответственно, требуется коррекция этого состояния. Значит, в рекомендациях по амбулаторной терапии при контактах и малосимптомной форме болезни мы предложили курантилу сулодексид. У курантила есть такие показания официальные, а по сулодексиду, я как-то уже рассказывал, вышла работа из Мексики, рандомизированные исследования, доказывающие эффективность профилактики сулодексидом дальнейшего развития тяжелых состояний при ковидной инфекции. Значит, у больных с симптоматической формой болезни, включая стадию средней тяжести, при отсутствии признаков дыхательной недостаточности, тут мы немножко оговариваемся, потому что, естественно, дыхательная недостаточность требует проведения вспомогательной кислородотерапии. В этих случаях мы назначаем апексабан, рироксабан или добегатран, или сегодня они называются NOAC, новый оральный антикоагулянт. Доза профилактическая, соответствующая дозам при профилактике венозного тромбоэмболизма, при фибрилляции предсердия и тромбоэмболии легочной артерии. И мы здесь спокойно можем говорить, что это не совсем применение оффлейбл, потому что у всех этих препаратов есть профилактика тромбоэмболии легочной артерии, а во всех факторах риска развития тромбоэмболии легочных артерий написано респираторная вирусная инфекция. Ну и сейчас мы уже расширили это на постковидный синдром с июля месяца, мы говорим о том, что имеется ковидный энцефаломиелит, тромбоэмболит, который обосновывает применение новых оральных антикоагулянтов. Таким образом, в рекомендациях все пациенты со средне-тяжелым течением респираторной вирусной инфекции, независимо, кстати говоря, от ее возбудителя, должны получать прямые антикоагулянты, это патогенетически обоснованное лечение. Мы считаем, что все эти больные должны получать лечение амбулаторно и обязательно на первом месте должны стоять НОАКи. Ну, в России выбор из трех препаратов, и я напомню, что назначение этих препаратов не требует никакого контроля формально и имеет очень хороший профиль безопасности. Я обращаю особое внимание на амбулаторном лечении. Потому что мне тут довелось почитать статьи российские, кого же лечат в стационарах и описывают научно. Так вот, это больные, которых мы лечим амбулаторно. Мы таких больных не госпитализируем. Ну, вот, видимо, сверхзагрузка коек больными с ковидом, она в значительной мере была связана с тем, что люди не получали никакого амбулаторного лечения, кроме того, что их хватали и везли в больницу. Ну, а дальше там уже своя тема, которая требует отдельного разговора, потому что там и внутрибольничная инфекция, и вообще все не очень здорово. Значит, мы настаиваем на том, что эта терапия должна быть амбулаторной. Значит, напомню, что где-то к концу 80-х годов к гепарину у нас добавились непрямые, ой, простите, низкомолекулярные гепарины. Это тоже гепарин, они тоже работают через антистромбин-3, но у них есть определенные преимущества перед гепарином. В частности, если гепарин подкожно вводится 4 раза в день, то низкомолекулярные гепарины дважды. И где-то, ну, 15 лет назад, там плюс-минус, у нас появились прямые оральные антикоагулянты. Это аналоги, ну, в какой-то степени аналоги гепарина, но они точечно воздействуют либо на 10-й а-фактор, либо на тромбин. И уже они не требуют для себя антистромбина-3. Значит, очень много лет ведется и продолжает вести спор, какие же дозы нужны. Значит, реаниматологи, кардиологи и прочие, они говорят о том, что нужно большие дозы вводить, контролировать какие-то временные показатели свертывания, ну, АЧТВ чаще всего, хотя можно и другие, и добиваться удлинения этого показателя. Так вот, мы категорически всегда против такого подхода, механистического. И, наконец, мы получили из госпиталя Синайской горы в Нью-Йорке подтверждение, что разница между большими дозами гепарина, так называемой терапевтической, и профилактической не существует. Не существует. То есть достаточно применять профилактический режим антикоагуляции. Это принципиальный вопрос, потому что профилактические режимы не требуют никакого лабораторного контроля, и они практически безопасны. Более того, сегодня целесообразных профилактических доз подтверждено ВОЗом, и в январе вышла соответствующая такая писулька ВОЗовская о том, что нужно применять профилактические дозы. Еще раз повторюсь, терапевтические дозы, они опасны кровотечениями. Профилактические дозы практически не дают кровотечения. Ну и мы начали с мая месяца применять антикоагулянты в этих профилактических дозах. Сейчас, с сентября 2020 года, это входят в московские рекомендации. Ну, у нас собственный опыт уже более 1200 пациентов мы провели, и поэтому мы можем говорить о том, что мы сами, так сказать, сами с усами. Извините за выражение. Значит, какие же дозы назначаются? Мы взяли инструкции, потому что это постоянно споры идут на эту тему. Значит, апексабан и ликвис. После операции, обращаю ваше внимание, 2,5 миллиграмма после операции непосредственно. Во всех остальных случаях 5 миллиграмм 2 раза в сутки. Лечебная доза ликвиса, тоже обращаю отдельное внимание, потому что мне говорят, то профилактические – это лечебная. Лечебная доза ликвиса 10 миллиграмм 2 раза, в 2 раза больше. Это используется при венозном тромбозе. Мы же используем профилактические дозы, 5 миллиграмм 2 раза. Рероксабан мы используем 10 миллиграмм 2 раза в сутки, чуть позже поговорим. И продакса или добегатран – 110 миллиграмм 2 раза в сутки. Ну, с добегатран вообще никаких споров нет, потому что это прописано в его инструкции. Это полностью соответствует нашим представлениям про то, как применяются антикоагулянты. Вот, ну, значит, смотрим на рисунчик. Смотрите, вот апексабан 2,5 миллиграмма 2 раза в сутки. Да? Эффективность его, ну, почти нулевая при такой дозе. Я не знаю, почему назначается такая доза, но вот, пожалуйста, конкретное исследование со ссылками. Ноль эффектов. Рероксабан 1 раз в день 15 миллиграмм, не 10 миллиграмм, как сейчас это, а 15 миллиграмм. Тоже смотрите, какая разница по эффективности. Если мы смотрим добегатран 2 раза в сутки, вот его эффективность, ну, 150-110, вот то, что мы назначаем, 110, она абсолютно идентична. Здесь же 15 миллиграмм не работает. Почему назначают? Ответ поразительный, потому что так было в исследовании. Никакой логики в этом нет. Но мы так будем делать, потому что так написано в инструкции, так было в исследовании. Вообще мы слепо верим во все, что нам скажут. Обращаемся к простому, совершенно простой вещи. Время полужизни препаратов в крови. Антикоагулянты должны быть, ну, более-менее равномерны в крови, потому что если мы говорим вот об этом маятнике, да, то вы представьте себе, что мы вводим антикоагулянт, создаем гипокоагуляцию на 12 часов, а потом будет гиперкоагуляция на следующие 12 часов. И мы вместо того, чтобы синхронизировать систему, мы ее начинаем раскачивать. Она просто разваливается во все стороны. Так вот, добегатран 11 часов время полужизни, то есть если два раза в сутки вводить, то мы получаем более-менее равномерное. У рироксабана, который ксорелта, от 5-9 часов, даже меньше полусуток, до 11-13 часов у пожилых. И апексабан около 12 часов. Ну, в общем, примерно у всех полужизнь – это полсуток. И вот получается, что как же мы даем рироксабан раз в день, это противоречит всему, чему нас учили. Ну, сразу хочу сказать, что для профилактики, точнее для лечения развившихся кровотечений, для добегатрана в России есть Проксбайт. Это специальный антагонист добегатрана. Он имеется. Но если его нет, то можно седьмой активированный фактор и, значит, свежезамороженную плазму на худой конец и факторы протромбинного комплекса активированные, тоже такие препараты есть. Для апексабана и рироксабана тоже есть антагонист, но он не зарегистрирован в России. И если уж развивается кровотечение на фоне приема, то вводятся активированные факторы протромбинного комплекса или седьмой активированный фактор. Ну, речь идет о тяжелых кровотечениях, при этом я еще раз повторяю. Время с полужизни – 11-12 часов. То есть кровотечение, продолжающееся более 12 часов после введения антикоагулянта, это уже кровотечение, которое напрямую с антикоагулянтом не связано. Хотя, в общем, может быть. Таким образом, мы не рекомендуем, мы это называем негативными технологиями. Апексабан 2,5 мг 2 раза в сутки, его надо вводить 5 мг 2 раза в сутки, давать точнее это таблетки. Рироксабан 1 раз в сутки 10 мг не работает, 20 мг 1 раз в сутки, но на наш взгляд это плохой путь, и он работает, но это неправильно. Рироксабан нужно давать 10 мг 2 раза в сутки. Хочу сказать, что он делится ножом легко на 2 таблетки, и можно вполне этим пользоваться. И, наконец, добегатран дается 110 мг 2 раза в сутки, это стандартная профилактическая доза, которая не противоречит никаким инструкциям и так далее. Это единственный препарат, где мы абсолютно точно попадаем в инструкцию без всяких сомнений. Значит, терапии постковидного синдрома антикоагулянтной мы назначаем в профилактических дозах, о которых я уже сказал, длительно, 1-2 месяца, ну, иногда это бывает и дольше. Если в течение месяца мы не получаем никакого эффекта, такие больные у нас есть, мы пробуем гормональную терапию, эквивалентную 30 мг преднизолона от 6 таблеток. Пока мы статистически не можем ничего сказать, хотя некоторые больных мы таким образом выводили из состояния. Про плазмо-ФРС наконец появились какие-то сообщения о небольшом опыте эффективного применения при постковидном синдроме. Сейчас Владимир Владимирович Баев из Абакана готовит статью, у него, по-моему, четверо пациентов с постковидным синдромом. Одна из них проходила через наше медицинское бюро, и по нашей наводке делался ей плазмо-ФРС. Ну и дополнительно лечебное питание Нестле, я не буду сегодня на нем останавливаться, мы его многим рекомендуем, потому что там очень хорошо сбалансированы белки, жиры, углеводы, минералы, витамины и так далее. И люди, в общем, говорят, что им это хорошо помогает. Ну, мы пока не готовы к каким-то рандомизированным исследованиям по Нестле, хотя сегодня мне прислали большое количество обзоров, включая систематические обзоры, по применению лечебного питания у достаточно тяжелых больных, а мы все-таки говорим о людях, ну, достаточно больных. Мы сейчас даже не обсуждаем, что они худеют на 5-10 килограмм, поэтому эта тема отдельная, мы ее будем дальше тоже разрабатывать. Общая оценка эффективности терапии. Значит, фактически мы говорим об изолированной антикоагулянтной терапии. У 100% наших больных нет прогрессирования заболевания. Если они, правда, выполняют рекомендации, и если они приходят к нам без дыхательной недостаточно изначально, потому что дыхательная недостаточность – это показание такое сложное здесь. Ну, только одна деталь. Формально, насколько я помню, дыхательная недостаточность начинается с 93%, и это показание для госпитализации. Мы спокойно сатурация, мы спокойно держим больных и 90%, и даже ниже, и, в общем-то, не испытываем угрызений совести, потому что они выходят из этого состояния. Значит, первым критерием эффективности является снижение температуры. Чаще всего это происходит через 1-5 дней. Но у некоторых больных примерно 1-2%. Температура свыше 38,5 градусов продолжается более недели. И в этом случае мы на 3-5 дней назначаем 30 мг преднизолона, даем мы его однократно в сутки, с мгновенной отменой, то есть сразу с этой дозы мы уходим в ноль. И 2 человека у нас сейчас, кто получал 60 мг преднизолона на протяжении 2 дней. Еще раз повторяю, отменяем мы сразу. То есть 60 мг на следующие 2 дня подавали, получили хороший эффект, через день 30 мг и через день 0. Остаточное явление, к сожалению, есть у многих. Это слабость, кашель, могут продолжаться до месяца. Мы говорим о том, что возможно переход в длительную форму лонг-ковида, так называемую. Ну и хотелось бы сказать, что вот умер один пациент в марте 21 года, 68 лет, у него произошла остановка сердца при выходе из острой ситуации. Значит, мне тут пришла смс о том, что первичная профилактика антикоагулянтами является off-label. Ну, хорошо, я готов с этим согласиться, что это не первичная, вторичная профилактика, входит в показания, в инструкции. Ну, я бы так сильно на этом не настаивал, но хорошо. Раз люди волнуются, значит, будем говорить о том, что это первичная профилактика, которую мы придумали в нашем обществе самостоятельно. Значит, постковидный синдром мы оценивали по опроснику переписки с больными в нашем медицинском бюро, у нас уже довольно много больных. Сегодня оценка такая, 75,6 – это хорошая эффективность, неполный эффект, то есть есть снижение симптоматики 22%, и нет у 2%. Ну, правда, надо сказать, что эти 2% в основном или в значительной степени это люди с пакхадрической формой постковидного синдрома, и мы сейчас не знаем, что с ними делать, понятно, что они есть. Мы им предлагаем консультацию психотерапевта, но, к сожалению, они обычно от этого уходят. Возможно, у них нужны просто подходы психиатрические. Вот. Есть данные американские, которые исследовали 3700 респондентов, которые оценили эффективность вообще на круг, что происходит с больными, без всякой привязки к терапии, и вот у них здесь получилось 6,8% эффективности. То есть если у нас 75% эффективности в течение 1-2 месяцев, то там 6,8%. Ну, цифры говорят сами за себя. В группе нетипичный коронавирус – это не мы проводили, и мы не знаем, что это за больные, мы не знаем, как они применяли антикоагулянты, это никак не связаны с нами люди. Значит, ну, был такой вот опрос, там небольшие цифры, наверное, по количеству опрошенных. Тем не менее, хорошая эффективность 84%, нет эффекта 13%, и у 2% – это один голос был – было ухудшение на фоне приема антикоагулянтов. Обращаю ваше внимание, что, ну, похожие с нашими цифрами, хотя у нас побольше пациентов. Какие же осложнения возникают при приеме непрямых антикоагулянтов в нашей практике? Я говорю про нашу практику, потому что если вы откроете инструкции, там огромное количество осложнений, и это естественно, потому что когда инструкция составляется, то туда вписываются все осложнения, которые могут быть. Тем самым компания снимает с себя какую-либо юридическую ответственность за развитие тех или иных осложнений. Типа того мы вас предупреждали. Но больные, когда начинают читать, они приходят в ужас, как много осложнений – это ужасные препараты. Значит, я всегда немножко со смехом вспоминаю анекдот начала 90-х годов, когда мы торговали деклофенаком немецкого производства, и нам кто-то из больных написал, у вас очень плохой деклофенак. Почему? Вы посмотрите, сколько у вас осложнений в инструкции. Вот если мы возьмем русский деклофенак, то там три осложнения, у вас 23 осложнения. И все наши попытки сказать, что немцы просто тщательно записывают все осложнения в инструкцию, а наши люди могут в инструкцию написать десятую часть от осложнений, они ни к чему не приводят. Поэтому мы сейчас говорим о тех осложнениях, с которыми мы столкнулись. Мы понимаем, что мог быть кровотечение, это все, так сказать, не вызывает сомнений, но вот на нашей практике все-таки тысячи с лишним пациентов. Это головная боль бывает. Я проценты боюсь вам сказать, но это все малые проценты. Это боли в желудке, так описывают пациенты. Здесь, кстати говоря, довольно просто, нуак надо принимать после еды, и боли сразу проходят. Некие чувства протекания крови в сосудах, это обычно как раз больные с постковидным синдромом. У них вообще много всяких образных выражений, то они себя чувствуют как трансформатор, то у них там чуть-чуть что-то булькает, то у них по сосудам кровь течет. Это любопытно очень, такие образные описания. Ну вот, в частности, у них после начала приема антикоагулянтов тоже такие возникают осложнения. Очень редко бывают синяки. Усиление обильности менструации – это нормальная тема. Кто-то пишет, это течет лимфа. Слушайте, ну вы проверьте, что там течет. Мы говорим про ощущения. Понимаете, ковид дает ощущения, очень много различных ощущений, поэтому я не готов здесь обсуждать, с чем связаны эти ощущения. Значит, усиление обильности менструации. Мы рекомендуем всем женщинам менструирующим, если они видят, что менструация более обильна, прекратить на 2-3 дня прием антикоагулянтов. Ничего страшного в этом нет. Если менструация не обильная, то, в принципе, можно продолжать. Но если женщина вообще страдает обильной менструацией, конечно, на это время 2-3 дня, ну 4 дня можно антикоагулянт пропустить. Тут ничего такого страшного нет. Бывает сукровица в отделяемом из носа. Все начинают говорить про кровотечение. Мы всех очень тщательно спрашиваем все-таки, что за кровотечение. В основном сукровица. Это может быть все, что угодно, включая атрофию слизистой. Это может быть и проявление ДВС-синдрома. Ну, в общем, мы не прекращаем прием НОАК. Прожилки крови в каловых массах. Значит, тоже мы на это обращаем особое внимание. Спрашиваем, как выглядит кровотечение. Если крови в унитазе, извините, нет, а кровь в унитазе окрашивает даже 2-3 капли окрасить воду в красный цвет, в алый цвет. Если этого нет, то мы тоже не прекращаем приемы НОАК. Чаще всего люди видят либо на бумажке кровь, либо вот прожилки крови в каловых массах. Ни в том, ни в другом случае мы не отменяем и не меняем дозировку антикоагулянта. Ну, и был у нас один случай почечного кровотечения при тяжелом пилонефрите у больной с ХПН, катализированной единственной почкой. И мы мгновенно отменили НОАК, тут было все понятно. Перешли на осолодексит, это был острый ковид. И, в общем-то, больная достаточно быстро выздоровела. Ну, в те сроки, которые мы и ожидали. Это, пожалуй, единственный случай, когда мы точно видели кровотечение. Во всех случаях вопрос спорный. Как строятся шкалы? Да, вот все говорят, что нужно перед приемом непрямых антикоагулянтов, то есть новых антикоагулянтов оральных, оценить возможность кровотечения. Значит, шкалы строятся двумя способами. Это либо когортные статистические исследования, без собственного изучения больных. И, соответственно, малозначимые клинические события в них не попадают. Ну, например, кровотечение из носа или кровотечение из десен. Или те же кровотечения из геморроя, не требующие госпитализации. Туда попадают только тяжелые выраженные кровотечения, которые требуют переливания крови, госпитализации, принятия каких-то дополнительных медицинских мер. Потому что такие вещи попадают в базы данных. А то, что происходит с пациентом, в базы данных не попадает. И второй подход – это основанный на клинических наблюдениях и консенсусе специалистов. Ну, самая известная шкала, которой все пользуются, это шкала оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помните такие квадратики? Курение, гиперлепидемия и так далее, и так далее. И там вот в цветах нарисована здесь такая вероятность, здесь такая вероятность. Их все время показывают. Мы пытались разобраться в математике, если там какая-то математика, ничего понять не могли. Пока, наконец, не поговорили с господином Ниберидзе, который являлся участником составления этой шкалы, который нам сказал, да, там нет математики. Это мы просто договорились, это консенсус. Консенсус, консенсус между специалистами. И мы вздохнули с облегчением. Ну, слава богу, раз это консенсус, значит, это нормально. Я к чему это говорю? Значит, мы имеем стандартную шкалу ХАС-БЛЭД, она используется повсеместно, для оценки риска кровотечения у больных с коагулянтами, с оральными, но непрямыми. Почему непрямыми? Потому что, обратите внимание, что здесь лобильное МНО. То есть речь идет о том, что больные, которые получают непрямые антикоагулянты, это брофарин по-русски. А у них, если МНО плавает, не удается достигнуть хорошей терапевтической концентрации, то у них повышен риск кровотечения. Вот. Ну, это просто выдает, соответственно. И, ну, в общем-то, эта шкала, ну, совершенно не подходит для нас, для оральных антикоагулянтов, потому что там все немножко по-другому. И мы решили, что мы сделаем свою классификацию, свою шкалу, мы, собственно говоря, ее создали, исходя из клинических наших представлений, исходя из нашего подхода. Значит, вы видите, что здесь язва желудка эндоскопически подтвержденная в стадии обострения. Варикозные изменения вен пищевода – эндоскопическое подтверждение, будьте любезны. Состоявшиеся или продолжающиеся кровотечения из варикозных вен, язвы, желудка, подтвержденные клинически или эндоскопически – это, наверное, прямое противопоказание. Для назначения здесь 10 баллов сразу. Наличие менструации в момент начала приема антикоагулянта в первые несколько дней. Носовое кровотечение, реальное кровотечение, когда есть выделение крови, а не прожилки. Наличие пилонефрита, о чем я уже сказал. Дополнительно мы сюда вводим уровень тромбоцитов от 100 до 15 на 10 в девятой на литре. Желательно, чтобы это были повторные подсчеты, в том числе в ручном режиме. Это всего лишь 2 балла, это не так страшно. А вот если тромбоциты менее 15 на 10 в девятом, тоже при ручном подсчете и повторном, то это 5 баллов. Я специально на это обращаю внимание, потому что у нас уже несколько пациентов, которых мы провели на антикоагулянтах прямых, с таким низким уровнем тромбоцитов. Это больные с тромбоцитопенической пурпурой, либо, скажем, больная с меломной болезнью. Мы шли на определенный риск, но, тем не менее, мы считаем, что это не является абсолютным противопоказанием. Клинические лабораторные признаки печеночной белково-синтетической недостаточности печени, потому что при этом уменьшается производство факторов свертывания. Это само по себе опасно геморрагическими различными проявлениями. Полостная операция или операция на суставах, инвазивные сосудистые вмешательства выполнены непосредственно перед назначением антикоагулянта в пределах нескольких суток. Ну и здесь мы представили вот такое предложение, абсолютный риск 10 баллов и более. Это просто прямое противопоказание для назначения антикоагулянтов. Высокий риск 5-9 баллов, средней степени 3-4, низкий менее 3 баллов, и ноль – это отсутствие риска. Мы разослали это членам нашей рабочей группы, которая сейчас занимается рекомендациям по постковидному синдрому. Ну и буквально мы получили ответ от профессора Мамота Андрея Павловича со ссылкой на статью. Сейчас я забыл, датская она или норвежская. Не вспомню сходу. Значит, и здесь вы видите, вот по данным этой работы, здесь есть некие коэффициенты повышения риска. Ну там расчетные, это, еще раз повторюсь, это работа выполнена на базе данных государственной статистики по приему антикоагулянтов. Кстати говоря, интересно, у них равномерно очень. Апексабан, рероксабан и продакса. Одинаковая группа больных, то есть назначается, в отличие от нас, у нас продакса на первом месте, а там это совершенно одинаково. Ну и здесь самый главный показатель, это возраст старше 6-75 лет, кровотечение в анамнезе, дальше возраст 65-75 лет, аномия, хобл, хпн, полумужское и столическое давление, обращаю внимание, что очень немного, сердечная недостаточность и наличие инсульта в анамнезе. Ну вот на мой взгляд, я бы отделил вот фу 1,3, да, и, ну мы будем разговаривать, что договариваться. Вот эти вот факторы я бы учел, а вот эти факторы я бы не стал учитывать, как высоко рисковые. Можно их написать с низким уровнем, например, 0,5, но, в общем-то, не более того. И Дмитрий Алексеевич Сычев, ректор Романко, тоже участник нашей группы, он еще написал о постоянном приеме гликокортикостероидов и постоянном приеме неселективных под СОК-2 нестероидных противовоспалительных препаратов. Мы знаем, что и то, и другое вызывает извязление слизистой, и это действительно может быть фактором риска. Может быть, это не высокий уровень факторов риска, но тем не менее. Я хочу сказать, что мы всех больных предупреждаем об отмене, обязательной отмене аспирина и других НПВС, потому что сочетание антикоагулянтов с НПВС любыми – это резкое повышение риска кровоточивости. Это я знаю уже точно по собственному опыту. Таких больных было много, мы их наблюдали. Их очень трудно, кстати, выводить, потому что даже небольшое извязление слизистой, связанное с приемом НПВС, может дать кровотечение в назначении прямых оральных антикоагулянтов. Поэтому мы, честно говоря, ну почти как черт отладанно бегаем от аспирина. Очень многие применяют аспирин в различных формах, особенно пожилые люди. Поэтому это, конечно, нужно вносить. Это у нас не вызывает никакого сомнения. Ну вот, во всяком случае, мы сейчас на стадии формирования такой таблички риска кровоточивости при приеме непрямых оральных антикоагулянтов. И я думаю, что это будет такой хорошей, в общем-то, новой темой. Еще раз повторяю, я впервые это показываю публично, хотя мы это уже обсуждаем в нашей группе. Мы уже имеем, как вы видите, какие-то предложения и замечания. И мне кажется, что это будет важным шагом вперед. Еще раз посмотрим, сравним с той общей употребительной схемой. Она во многом пересекается, но наша будет гораздо шире. И я считаю, что это будет правильно для использования в общей клинической практике. Я напоминаю, что на каком-то из вебинаров я уже показывал вот эту переписку с Франческо Фазио, по-моему, он из Сицилии, который написал, что англосаксонские страны вместо лечения больных только Тейлинолом должны думать о том, чтобы фармакологически остановить тромботический вискулит и уменьшить госпитализацию. И группа врачей в Италии обратилась в высшие юридические инстанции судебные, и снято были ограничения, которые могут лечить сегодня больных по нашей методике на дому. Я к нему обратился с предложением войти в нашу команду авторов по клиническим рекомендациям ГНОТ. Она у нас и раньше была интернациональной, у нас были представители не только России, но и Киргизии, Казахстана, Норвегии, Нидерландов. Теперь вот он подтвердил свое участие, и у нас теперь будут итальянские тоже специалисты. Значит, я к нему обратился с просьбой дать какую-то короткую характеристику по Кавасаки-подобному синдрому, потому что мы знаем, что он встречается у больных с ковидом в постковидный период. Это тоже одна из форм постковидного синдрома. Но он с готовностью приступит к этой работе. И заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что мы всех приглашаем к сотрудничеству. Мы сегодня используем новые возможности цифрового мира, который не имеет границ, не имеет различий по странам, даже по языку и то никаких проблем нет, потому что с Ранческо мы переписываемся на итальянском. Я по-итальянски... Ну, на самом деле, нет, шутки шутками, я немножко по-итальянски понимаю. Он очень похож на русский язык, очень много латыни, и поэтому мне несложно понять. Но я пользуюсь Google-переводчиком, и Франческо тоже меня прекрасно понимает. Вот. И, ну вот, все, кто слушает сегодня, мы всех приглашаем к участию, с удовольствием разошлем те работы, которые мы сейчас ведем. У нас очень большая и разносторонняя работа. Как вы поняли, мы занимаемся проблемами питания, проблемами микробиоты, которые очень повреждаются вследствие чрезмерного употребления антибиотиков, поражениями желудочно-кишечного тракта. Ну, Юрий Алексеевич будет у нас наверняка, Риткин, писать и говорить о проблемах, связанных с поражением эндокринной системы, в первую очередь, конечно, сахарный диабет, но не только сахарный диабет, и так далее. Вот. И мы, я не просто так нарисовал здесь вам форточку, я начал с окна Авертона, и мы продолжаем его открывать. Те, кто не знает, что это такое, зайдите в интернет, почитайте. Но мы пользуемся форточкой Авертона для того, чтобы продвигать новейшие технологии сегодня в национальной и мировой практике. И, как видите, нам это удается. Даже то, что сегодня у нас присутствуют слушатели из нескольких стран, в частности, из Израиля, ну, Киргизия, вот, вы видите, тоже у нас присутствует обязательно. Вот. Мы всех, еще раз повторюсь, приглашаем участвовать в наших рекомендациях. Причем мы себя чувствуем вольными, приглашая даже не только врачи участвовать в рекомендациях, потому что пациентские сообщества тоже могут заниматься этой работой. Поэтому мы с удовольствием выслушаем все предложения и так далее. Ну, и я, с вашего позволения, отвечу на вопросы. Да, вот Андрей мне показывает, что надо подписаться в соцсетях, в Ютюбе и в Рутюбе. Теперь мы вышли в Рутюб. Вот. Ищите нас там. У нас все открыто, взаимодействуйте. Можно через сайт медики и сметбюро заходить. Ну, в общем, проще всего по фамилии или по медицинское бюро и там найти, в общем-то, наши координаты. Мы все время отвечаем. Давайте я попробую поотвечать на вопросы. Их довольно много. Так. Так, так, так. Начинаем. Сахарный диабет мы уже все ответили. Можно ли применять цитофлавин при постковидном синдроме? Применять можно все. Святую воду, гомеопатию, шаманов слушать, явки ставить. Вопрос в доказательной базе. Ну, я не думаю, что у цитофлавина есть хоть какая-то доказательная база при постковидном синдроме. Мы в нашей рекомендации будем специально выделять негативные технологии, то есть то, чего делать не надо, и цитофлавин точно туда войдет. Среди прочих витаминов D, витаминов С и так далее, и так далее. Что вы порекомендуете для улучшения памяти концентрации внимания после перенесенного ковида? Это энцефаломиелит, мы рекомендуем вам лечиться антикоагулянтами. Приходите к нам в бюро, мы вам расскажем, как это делается. Потому что как только вы начнете проходить наш вопросник, выяснится, что у вас кроме концентрации внимания, у вас еще куча других проявлений постковидного синдрома. Значит, мы вчера как раз сидели, считали, сколько же вопросов у нас в вопроснике по постковидному синдрому. Порядка 40 общих для всех и порядка 150 в целом. А у вас выговорить только про концентрацию внимания. Да я вас уверяю, что у вас еще куча всего, что требует совокупного лечения. Какова длительность цикла ДВС маятника? Ну, слушайте, я вам образно говорю, а вы прям всерьез. Добрый вечер. В Москве и Московской области имеются реабилитационные центры по ОМС для пациентов, перенесших тяжелую коронаровирусную инфекцию. Ну, наверное, имеется, я просто ничего про это не знаю. Я знаю, что постепенно сейчас клиники, по-моему, даже 52-й больницы что-то хотели сделать, постепенно начинают какие-то клиники делать, но что в них делать и как, мне, честно говоря, неизвестно. Ну, ищите. Каковы должны быть титры антител класса МИГ после ковида это реактивность, реактивация процесса. Слушайте, с антителами это дело такое тухлое. У кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то высокие, у кого-то низкие, у кого-то вдруг спустя много времени появляется М, при этом нет G, у кого-то G нормально высокий там. Ну, я не готов это трактовать. Вот, ну, честное слово, я не обращаю на это никакого внимания, потому что иммунные процессы для меня терро-инкогнито. И, ну, не знаю. Какова длительность приема профилактических доз при постковидном синдроме? Ну, минимально это месяц, на самом деле чаще мы говорим о полутора-двух. constipationcraft, если у пациента исходное есть склонность кровотечения в виде носовых кровотечений или бронхоэктаза? Ну, я не знаю, что такое склонность к кровотечению. Если есть кровотечение в момент назначения, то это, ну, грубо говоря, противопоказание. Если кровотечения нет в момент назначения, то это не противопоказание. Как отменять антикоагулянта после двухмесячного приема? Вы не поверите, даже после годичного приема. Просто перестать принимать разум. Все? В 88 лет дозировка НААК должна меняться? Не должна. В НААКе применяется по весу, а не по возрасту. Можно ли назначать антикоагулянты беременным при ковиде? Можно, хотя в инструкции написано, что нельзя. Значит, я напоминаю, что при регистрации препаратов есть особая группа пациентов, которые не проходят, на которых не проводятся испытания. Это дети, это беременные, лактирующие женщины. И для многих препаратов пожилые люди. Но мы же с вами понимаем, что от календарного возраста, в принципе, ничего не зависит. Вот те риски, которые обсуждают 75 лет, да просто 75 лет, у вас масса болезней, коморбидных состояний, которые повышают риск кровотечения. Не более того. У многих геморрои, у многих какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Именно это фактор риска, а не собственный возраст. Возраст в данном случае такой кумулирующий, кумулятивный показатель. Вот, поэтому мы назначаем беременным. Ну, я напомню, что беременные идут на очень многие. Это гипердиагностика и гиперлечение антифосфолипидного синдрома и невынашиваемость беременности при нарушениях генетических. Вот при антифосфолипидном синдроме нужно применять антикоагулянты. И здесь прямые показания для низкомолекулярных гепаринов. Но я бы давал, конечно, нуаки тоже. А вот при генетических нарушениях тут не нужны антикоагулянты ни в коем мере. Но поскольку мы назначаем беременным антикоагулянты, то почему не назначать нуаки? Я думаю, что это вполне возможность. Ну, про 88 лет я уже отметил. Никаких отмен с поднижением дозировки не нужно. Я боюсь, что 88 лет там могут быть показания для постоянного приема, например, мерцательной аритмии или частой экстрасистолии. И это показания для постоянного приема профилактических ДОС-НОАК. Поэтому надо смотреть. Ну, очень трудно в таком режиме как-то консультироваться. Слышу, больные слышат, как течет лимфа. Ну, я вас умоляю. Слышат они, что вы им скажете, то они и слышат. Кто-то слышит, а кровь течет, кто-то как лимфа течет. Ну, лимфодренаж, я не знаю. Может, можно такую процедуру проводить, но опыта никакого нет. Ксарелта у детей в 13 лет. Значит, мы... Бывает, что дети к нам попадают, и вопрос не в возрасте, а в весе. До, по-моему, 50 килограмм, я сейчас могу навратить, надо посмотреть, мы дозу не меняем. Если ниже 50 килограмм, тогда надо просто половинную дозу использовать. От возраста это, ну, никак не зависит. 13 лет может быть вполне крупной девушкой, весом 60 килограмм, а можно быть совсем субтильной, совершенно с другим весом. В Киргизии появился антикоагулянт намного дешевле, рироксабан. Я, конечно, не работал с этим препаратом, ничего про него сказать не могу, но антикоагулянты трудно подделать, понимаете, это... Ну, они либо работают, либо не работают. Поэтому, наверное, надо использовать. Меня тоже возьмите в вашу группу, ну, запишитесь, возьмем. Так, как быть с отдаленным постковидом больше 6 месяцев после болезни? Ну, пытаться лечиться. Мы смотрим сейчас наши результаты, и у нас 6 месяцев довольно много людей, кто уже страдал 6 месяцев и к нам пришел. И, в общем-то, мы не видим, насколько длительность постковидного синдрома влияет на эффективность терапии. Ну, правда, хочу оговориться, для того, чтобы делать такие рассуждения, нам нужно набрать сотни больных. У нас пока хорошо, если полтораста, чуть больше пациентов, и как только мы их разбиваем на возрастные группы, то вы понимаете, что там совсем маленькие, получается, группы, и трудно сопоставлять по длительности, я имею в виду по возрастной, а по длительности протекания постковидного синдрома. Общее ощущение, это лично мое ощущение, абсолютно не доказано, не настаиваю, что чем раньше начато лечение, тем эффективнее. Ну, мы здесь всегда киваем на синдром Гиена-Борре, где явный аутоиммунный компонент приводит к разрушению миелиновой оболочки. И если вы начали плазму ФРС, который обладает 100% эффективностью при Гиен-Борре, рано, то вы получите абсолютно здорового человека. Если вы его начали через полгода, на полгода вы думали, что это за патология, то у вас больной будет инвалидом, хотя эффективность все равно будет. Но полного восстановления не произойдет, или произойдет спустя много времени. Поэтому мое общее впечатление, чем раньше начинать антикоагулянтную терапию при постковидном синдроме, еще раз, это точно оффлейбл, то есть не по прямым показаниям, то будет хороший эффект. Если начинать позже, то эффект будет немножко хуже. Лечила своих детей с 6, 3 года и 3 месяцев апексабаном. Ну, так, а что-то у меня выключился свет как-то. Нет, я на что-то не на то нажал. Хорошо, значит, ну, люди смелые. Мы тоже смелые. Я не могу сказать, что мы это рекомендуем в 3 месяца, но и возражать впрямую тоже не буду. Не изменили ли вы свое мнение по поводу вакцинации? Нет, не изменило. Но у меня как было негативное, так и есть. Более того, у нас уже несколько случаев поствакцинальных осложнений. Мы в классификацию уже ввели нашу классификацию поствакцинальный, постковидоподобный синдром. Такой же синдром есть в классификации ВОЗа, обратите внимание. Там тоже есть рубрика по поствакцинальным осложнениям. Вопрос в том, сколько их будет, как часто они будут и насколько тяжелы. Ну, один случай смерти у нас уже тоже описан. Кто-то обратился, описал. 78 лет здоровый до того человек за 3 дня после прививки ушел на тот свет. Всегда можно сказать, что это может быть связано не с этим. Может быть, мы пока набираем информацию, но наше мнение остается прежним. Войдет ли в рекомендации лечение тревожных растворств? Обязательно. Мы и сейчас лечим и назначаем препараты. Но мы бы хотели, конечно, иметь рекомендацию от психологов, психотерапевтов. Но пока вот таких общеупотребительных и четко построенных у нас нет. Но мы даем препараты, то есть предлагаем препараты. Мы ничего не даем. Мы даем только рекомендации, советы, потому что у нас клиника ответственного самолечения. Мы не оказываем медицинскую помощь. И больные у нас получают многие препараты, которые помогают. Если сразу начинает включение ковида, антикоагулянта, так мы сразу так и делаем. Если симптомные больные, если у них есть выраженная клиника ковидного острого ковида, то мы сразу начинаем антикоагулянтом. Курантил идет как профилактика после контакта. Или у бессимптомных больных, у которых возможно развитие ковидной инфекции, там дают карантил. А все остальное мы даем антикоагулянтам. Есть ли где-то запись с лекции? Записи все будут выложены на Ютубе и на Рутубе. Да, я понимаю, что для Киргизии это, наверное, колоссальная утрата, потому что вряд ли у вас много крупных офтальмологов. В России, в общем-то, офтальмологов раз-два и обчелся. У вас, конечно, я думаю, что это утрата большая. Я согласен. Больная заболела через 7 месяцев, тяжелее час первой. Стоит ли профилактически пить антикоагулянты, не коагулянты, а антикоагулянты? Я не очень понимаю. Этой больной, знакомой, которая заболела, нужно вести на антикоагулянты. А профилактические контакты, ну, не знаю, если ничего нет, то... Вирус никуда не уходит, и он везде. Ну, везде он и будет везде, он никуда не уйдет, мы все время будем с ним жить. А что тут нового? Вакцинация не препятствует заражению. Более того, сейчас вот статьи полно по гиперзаразителю в Германии, который привился и является носителем вируса. Ну, не от прививки, я надеюсь, а просто заразился вирусом. Он не болеет, но он заразил уже десятки людей вокруг себя. Поэтому прививка в этом плане играет отрицательную роль. Даже человек привитой, с иммунитетом, якобы, он все равно может заразиться, потому что прививка не препятствует заражению. Это нигде у них не написано, ни в одном документе. Все, наоборот, говорят, что заразиться можно, но, может быть, будет легче переноситься заболеванием. Не знаю. Посмотрим. Пока таких данных нет. Значит, лечим от депрессии больную с дизосмией. Дизосмией, я так понимаю, что ей там вместо еды чудятся чудовищные запахи. Да, ну, мы лечим антикоагулянтами. Еще раз повторюсь. Дизосмией – это типичное проявление поражения мозговых структур, центральной нервной системы, лимбической системы. И это поражение связано с тромбовоскулитом. Депрессию и антидепрессанты вы можете лечить сколько угодно, вы не вылечите дизосмией. Депрессию надо глушить, я с этим согласен, мы тоже применяем. Но это симптоматическая терапия. А мы говорим о патогенетической терапии, о той же проблеме, которая в основе этого состояния, в основе лежит тромбовоскулит. Именно поэтому мы идем на антикоагулянтные терапии. Поэтому, если вы лечите эту пациенту, давайте ей профилактические дозы. Мы здесь все это уже говорили, антикоагулянтов. И я думаю, что это будет помогать. Значит, есть какая-то завиральная тема, я не очень к ней готов сейчас обсуждать ее, что нарушение обоняния лечится с помощью тренировки обонятельных всех путей, начиная с носа и кончая лимбической зоной, с помощью сильных запахов, разнообразных. Что якобы эта тренировка, так же, как тренировка чтения, писания, она может способствовать избавлению от этого патологического состояния. Не знаю. Ну, почему не попробовать ароматические различные вещества, разные, начиная, может быть, от страшного, ну, только осторожно с ожогами, конечно, какой-нибудь, как она называется-то у нас, дурно пахнущей жидкости. Ну, понятно. В общем, там, какие-нибудь духи, все это можно пробовать. Главное, чтобы это были разные по спектру запахов вещества. Ну, попитка, не питка. Так, ну, в общем, вопросы, насколько я понимаю, исчерпались. Если их больше нет, я готов завершить свое выступление. И так, нет, все-таки вот вопрос. Профилактический прием курантила. Как длительно применять, какая дозировка? Ну, если мы говорим о контактных, то есть у лиц, которые контактировали с заболевшим, то это, ну, наверное, недели две надо принимать курантил. Дозировка там стандартная. Я не помню сейчас инструкцию. Не буду врать. Может, там 75 миллиграмм. Я просто не хочу по памяти говорить. Значит, две недели примерно продолжается от момента контакта возможность заболеть. Поэтому все эти две недели надо пробовать принимать курантил. У меня нет данных об эффективности. По салудексиду есть работа, по курантилу данных нет. Хорошо. Тогда спасибо вам всем за внимание, за то, что вы внимательно все слушали, досидели до конца. Всего хорошего. Если кому-то нужны конкретные советы, обращайтесь в наше медицинское бюро. Мы всех принимаем, всех консультируем, всех ведем длительно, сколько нужно, до полного выздоровления. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»